Мы продолжаем изучать Тору, великую мудрость Всевышнего, которую передал нам царь Соломон, мудрейший из людей. Продолжаем изучать Коэль от книга Коэль от Экклезиаста, как ее называли греки. Греки, они элита, не знали, и они выдумывали разные названия, типа, а давай назовем Коэль от Экклезиаста, давай. Вот как они наши Экклезиасты называют. Хорошо, ну мы изучаем в оригинале, из Божьей помощи, сейчас подключимся к Фейсбуке и все поймем. Сегодня мы начинаем восьмую главу. Восьмую главу, и после седьмой главы мы разобрались, что человек становится человеком в один раз из тысячи, один из тысячи, значит, в случае получается, что нам с вами очень повезло. Но для этого нужно, чтобы стать человеком, нужно учить Тору, соблюдать Божественные заповеди, и найти свою вторую половину, соединиться с ней. Это очень важно. И поэтому, сейчас вот у меня начинает все складываться в общую картиночку интересную. Восьмая глава начинается с такого отрывка. Значит, ми кээхахам, кто как мудрец, причем мудрец не просто написано мудрец, ми кээхахам, это как дэхахам на английском, кто как самый большой хахам, ну, то есть хахам с большой буквы, мудрец с большой буквы, кто как хахам, уми юдея пешардава, и кто знает суть вещей. Это вопрос такой риторический. Кто уж такой мудрец, который знает всю суть вещей. Как бы такой риторический вопрос, что мудрецов-то таких особых-то и нет. Хахмат Адам, мудрость человека. Вот этот Адам перекликается с окончанием седьмой главы, где он говорил, царь Соломон, Адам и хатме Эль в Мацате. Человека одного из тысячи нашел я. Иша ни одной из всех не нашел я. Женщины ни одной из всех не нашел я. И там без вот объяснения, которое у нас было в прошлом уроке, вообще непонятно. Хотя всю жизнь и учил Каэль, и учил Тору, и вообще не понимал, о чем идет речь, пока не увидел комментарии на эту строчку Равхан Виталь, Равзамир Коэн, который составил эту книгу, да? И вообще она раскрылась совершенно там в другой смысл. Ну вот вообще. Это код. То есть, теперь, значит, продолжает он восьмая глава, следующий отрывок, и говорит, а кто как мудрец, который знает Пешер суть всех мечей, и объяснение всех вещей. Кахмат Адам, мудрость человека, Таир Панаб, освещает его лицо, Вос Панабы Шуне, и дерзость его лица меняется. Вот живет человек. Живет человек, но вначале он, как есть Медраж Коэлит, который говорит, что вот эта сама фраза, второй отрывок, первая глава, что «А коль эвел и вэлим, все пар паров, сказал Коэлит, а коль кэр эвел и вэлим, все пар паров, а коль эвел, все пар». Значит, это идет семь раз, повторяется слово пар, и это семь этапов в жизни человека, в материальном мире. Первый этап, это человек царь, его носят все на руках, прямо его, смотрят на него, вау, какой он вообще такой, прямо царь, до года. Потом с года он уже начинает ползать, второй этап начинается в его жизни, он начинает сам уже ползать, везде залазить, все тянет в рот, в штаны писает, в штаны какает. Это второй этап свинья. Он как, ну, как вот поросенок какой-то, да. Особенно раньше было, когда дети вообще были, ну, не так, как сейчас. Не было памперсов, не было вообще ничего. Тысяча лет назад, две тысячи лет назад. Потом где-то лет с пяти начинается, начинается период, который называется козлик. Он прыгает, везде лезет, бегает там с восьми лет, с десяти лет. Где-то до шестнадцати продолжается период, называется козлик. С шестнадцати лет до двадцати двух, где-то, это период называется жеребец. У него начинают гормоны, это вот как раз самый тяжелый возраст, когда начинают гормоны у него бурлить, и это жеребец. Потом с 22, когда он женится в среднем, раньше женились рано, потому что уже умирали в 40 в среднем, поэтому надо было успеть пожениться рано, значит, в 22 после женитьбы человек превращался в ослика. Ослика, да, он тянет, вот ему надо дома обеспечить, жена у него, дети рождаются, то есть он уже как бы ослик. 40 годам человек превращается в собаку, так говорит предание, как Медраж, устная тора. Собака, которая уже борется за, у него уже дети, внуки, ему надо бороться за выживание в этом мире, он становится как собака, и после 50-60 он превращается уже в обезьяну, он становится уже старенький, у него уже начинает все болеть, обвисать, зубы выпадают, он становится обезьяной. Это если смотреть на жизнь материального тела. Теперь в духовном плане человек, если он начинает с возраста, 5 лет учить тору, в 5 лет начинает он учить буквы, и у него появляется надстройка такая в неокортексе, которая соединяет его с Богом. Дальше в 13 лет он становится бармитсва, он уже становится способен начать соблюдать заповеди, то есть он уже становится осознанным более-менее, но до 20 лет по духовным законам Всевышний с него не спрашивает за его ошибки и нарушения, потому что он еще не управляет своим интеллектом. В 20 лет по торе человек должен уже жениться, и когда он женился в 20 лет, он дальше продолжает духовно развиваться, он соединился со своей второй половиной. Брак по торе, по иудаизму нужен для того, чтобы исправлять свои качества, и жена, она является как бы тем зеркалом, которое тебе отзеркаливает все твои недостатки моментально, и это как раз время для исправления себя, для улучшения себя. В 30 лет по торе человек входит в состояние гвура, это называется, сильным, у него появляется сила настоящая, в 30 лет только в духовном плане. В 40 лет у него открывается качество, которое называется бина. Бина – это понимание, то есть в 40 лет он начинает понимать причину следственной связи, у него появляется сила интеллекта, которая называется бина, сообразительность, и с 50 лет он уже может давать советы. Вот мне 51 год, я только начал по-хорошему давать советы с этого года. Что в 60, 70, 80, 90, я не помню, но дальше есть продолжение, как бы духовный рост, потому что по торе в духовном плане, если ты продолжаешь изучать тору, а твое тело становится все слабее, то наоборот твоя душа и твой интеллект становятся все сильнее, и значит идет процесс обратный. Так вот, написано так, что, давайте теперь с этой точки зрения вернемся к первому отрывку 8 главы. Кто как мудрец, то есть мудрец – это хохам, это тот, кто знает тору, и кто знает суть вещей? Это риторический вопрос, потому что изучение торы – это как раз и есть постижение божественной мудрости, как работает, и постижение законов, по которым мы можем понять причину следственной связи и суть вещей. Хохмат Адам, когда человек становится хохам, то есть он впитывает себя, он изучает божественную мудрость, и эта божественная мудрость, она становится той программой взаимодействия с внешним миром, в которой живет каждый человек. Каждый человек живет не в мире, а в своей модели мира, виртуальная модель мира, которая составлена из обрывковой информации, объясняющих, как мир работает, потому что при взгляде на мир ничего не понятно. При взгляде на мир понятно – это чашка, и тот, кто-то должен сказать тебе, что это чашка, это рука. А как оно все работает – непонятно. И любой человек, какой бы он ни был, он живет в какой-то модели мира, в которой он верит в причинно-следственные связи, в законы психологии, в законы общества, в законы социологии, в законы… То есть он верит в какие-то законы, которые ему рассказали, правила поведения, общественная мораль, нравственность. В каждой стране, в каждой эпохе они разные. И человек живет в этой модели, где ему объяснили крошка-цинка-цук-ляшом и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И каждой крошке объяснили в его эпоху, в его родители объяснили. Получается, но как только человек становится хахам, он прикрепляется к божественной мудрости. Хакма – это божественная мудрость, которую Всевышний через пророков дал еврейскому народу и всему миру. Как только человек присоединяется к этой божественной мудрости, он становится хахам. И он становится Адам, он поднимается на ступень человека. Что дальше получается? И у него освещается лицо. Маше Рабену, Моисей, у него лицо сияло. У него просто были лучи света. Он ходил в такой специальной занавесочке, потому что слепил этот свет людей. Но у обычного человека, который изучает Тор, у него лицо светится. Я был у Рала Ильяшева, у Рала Каневского. То есть это были люди, которые были носители Тора. Они были как люминесцентные лампочки. Веос, панам и шуне. И дерзость лица его меняется. Значит, как меняется человек, который учит Тору? Я помню, когда пришел к нам в Ильяшева, когда я только начал учиться в Ильяшеве. Я тоже пришел, но я уже пришел такой. Я прямо понял, что Всевышний управляет миром и лучше сидеть и молчать. А пришел такой парень, блатной такой вообще. Прям, ну чё, как, где такая? Знаете, как у блатных, у них лицо такое, надо сразу, что поняли, что ты блатной. То есть, если ты не делаешь такое лицо блатное, то как поймут, что ты блатной? Никак. И поэтому, вот есть люди, они специально тренируются. Там, например, есть целая культура воровская, да, потому что сидят миллионы людей в тюрьме. И у них там есть свои законы, потому что это такой мир зла. И мир зла, люди, которые делают зло, потом они попадают в тюрьму. В этом мире зла есть свои, как бы, паучки такие, главные паучи, которые держат это зло. И у них есть воровские понятия, и у них есть там, они вовлекают в эту воровскую культуру. У них есть там, в целом, у них есть свои такие, нижний мир, да, такой, мир зла. Да, и они умеют разговаривать так, чтобы человека сразу же сломать, чтобы человека сразу же там, ну, то есть, потому что они понимают, если ты не убьешь, тебя убьют, если ты не сломаешь, тебя сломают. И вот они там тренируются, среди вот этих вот злодеев есть самые злодеи. Теперь вот тот парень, который пришел, он не был злодей, он был просто человек, который рос в этой среде, и он для выживания натренировался на вот эти же выражения лица, и на такие рамсы блатные, знаете. И вот, значит, он заходит в Ешиву, а в Ешиве сидят такие все уже с добрыми лицами, вот то, что написано, оспа навышенной, поменяется дерзость лица. Все сидят такие с добрыми лицами, с улыбками, то есть, потому что, в Пертеевод написано, что «Авамикаба литколи адамба северпанимифот». Значит, принимай каждого человека с приятным выражением лица. И дальше сказал Раби Ишмаэль, в Пертеевод, что «Авэкалли рожь, будь лёгкий к людям, которые рожь, ну, которые во главе, вынохли тишкоры, и будь удобен для всех людей». Тишкоры – это даже, ну, молодые люди с чёрными волосами. «Ваавамикаба литколи адамба семха» и принимай каждого человека с радостью. Это Тора. То есть, вот мы в Ешиве сидели, это учили, учили, учили. А тут он приходит с таким лицом, которое, ну, вот, «Оспоним» – это дерзкое лицо. А там один сидел у нас в Ешиве, был парень. Он в прошлом, он в тюрьме отсидел несколько сроков, и он был, значит, лидер какой-то преступной группировки. Очень авторитетно было эти круга. Но когда он уже в Ешиве отучился около года, он учился год в Ешиве, у него уже была борода такая, он ходил в белой рубашечке, он тоже улыбался, он общался только с правильниками, он не общался ни с кем из своего старого окружения. Он этого говорит, «Пойдём, выйдем». Говорит, вывел, он говорит, «Слышишь?» Ну, как-то он ему объяснил на их языке, оно понятно. Говорит, «Веди себя прилично, да, мы здесь учим тоже, здесь добрые, хорошие люди собрались». В общем, тот замолчал, он понял, что надо вести себя прилично. Но что интересно, я потом его судьбу, я знаю, он стал таким раввином, он стал просто, я его когда-то встретил несколько лет назад, он уже больше 20 лет учи Тору, вот этот второй. Он просто такой добрый-добрый, у него такое сияющее лицо, там 8 детей, он в шляпе с бородой, с толмудом под мышечкой, такой, ну, просто есть такое слово «один», «один» – это «одинут», это такой нежный, вот, ну, прям нежный-нежный такой стал, да, человек, Тора меняет. Это вот как раз первый отрывок. Второй отрывок «Ани пи мэлэк шмор», говорит царь Салмон, «Ани» – это как бы он про себя говорит, «Я тебе говорю, пи мэлэк шмор, сохраняй слова царя». Бог – это царь, и он управляет миром, то есть, при том, что он добрый, при том, что он милосердный, но он справедливый, и все идет по причинно-следственным связям. И он говорит, слово царя соблюдай, шмор, сохраняй. «Вэ альди брат шват элоим». И каждое слово, которое сказал Бог, это как клятва, то есть, это установленные законы. И, значит, «Альди ваэль мипанав тэлех, валь тамот бедавар ра, хикуль ашер яхот сиаце». Он говорит, «Альди ваэль мипанав». Не пугайся перед ним, когда вокруг происходят разные катаклизмы и события, да. То, что в Испании сейчас произошло, там 200 человек погибло, а не 800, пока пропали без вести. Не пугайся, значит, когда что-то вокруг происходит. Но он царь, он бог, то есть, вся природа, это все проявление Всевышнего. «Валь тамот бедавар ра». Не стой на вещах и на словах плохих, потому что, если ты стоишь на неправильных вот этих основах зла, то оно, естественно, как-то тебя зацепит. «Хикуль ашер яхот сиаце». Что все, что Бог сделает, все, что Бог захочет сделать, он сделает. То есть, система работает, как и не крутит. И вот этот отрывок первый, который мы прочитали, «Кто как Ахахан, кто как мудрец и кто знает суть вещей». Этот отрывок есть в Талмуде, трактат Брафот, Десятый лист. И вот давайте сейчас мы через этот отрывок поймем, насколько устная Тора, она углубляет понимание письменной Торы. Значит, говорит Талмуд, Десятый лист в трактате Брафот. Там, где разбирается вопрос, почему есть праведник, и ему плохо, а есть злодей, и ему хорошо. И что делать, если какие-то пришли человеку проблемы, неприятности и так далее. Там целое идет глубинное раздрательство всех духовных законов, которые в этом действуют. И Талмуд говорит, а о чем это говорится? «Кто как мудрец, который знает суть вещей, значит, это Всевышний». И рассказывается история. Значит, история такая, что жили в одну эпоху царь Хисхияу и пророк Ишаяу. И они были очень праведные, два человека. Один пророк, второй царь Хисхияу, он был царь, который весь народ Израиля на тот период заставил служить Богу. Прямо силой заставил. Все были, всех загнал в дома учения, детей, мужчин, женщин, все. Все учили Тору, и он был почти-почти, он был реализованный Машеах. То есть, вот ему чуть-чуть не хватило, чтобы он стал Машеахом, построил Третий Храм, и чтобы уже, значит, мир перешел в следующий, более высокий уровень своего развития. Вот он чуть-чуть, прямо, каждая эпоха имеет потенциал перейти вот в этот вот следующий уровень, да? Game over и выйти на следующий уровень. Но, как бы, каждый раз до сегодняшнего момента эпоха недореализованная. То есть, в каждом поколении есть нераскрывшийся Машеах, это мессия на русский, это переводят слово, да? Что это тот, кто является, ну, как бы, вот он скажет, что все, game over, такой лидер, лидер поколения. Но из-за того, что поколение наше, оно, как бы, недостаточно имеет духовных заслуг, то, оп, и он умер, этот Машея потенциальный. Следующий, опять умер, следующий, опять умер. Это в каждом поколении. И Исияу был один из таких нереализованных Машеяха. И вот, значит, он живет, рядом живет пророк Исияу. Великий пророк, который, его пророчества, да, сегодня очень важны, вошли в письменную Тору, вошли в Библию из письменной Торы, потому что Библия, это и есть письменная Тора с добавлением Евангелия, да, там, чуть-чуть добавили. А, в принципе, вся Библия, это и есть письменная Тора. Тора, это письменная Тора плюс Талмуд, плюс устная Тора. И вот, значит, в Талмуде говорится такая вещь. Жили Исияу и Исияу, и, значит, с друг другом они друг к другу не приходили. Почему они друг к другу не приходили? Как живет человек Торы? Человек Торы живет так. Вот есть Бог, Творец Мироздания, Хозяин Мира. Он объяснил в Торе, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, что такое неправильно. И человек, который хочет слушать Бога, он изучает Тору и поступает по Торе. Значит, царь Исияу изучал Тору, и там написано, что, так как царь, это вершина материального мира, вершина материальной власти, то пророк должен к нему приходить, потому что, не помню, там пророк Исияу пришел к царю, там, другому царю, и там было в предыдущих поколениях, пророк приходил к царю и говорил пророчество. Пророк Исияу, он тоже учил Тору, а в Торе написано, что царь там другой приходил к пророку. И они не могли каждый определиться, кто к кому должен прийти, потому что каждый хотел жить по Торе. Но у каждого был вот этот вот сигнал чуть-чуть противоречимый, потому что Тора описывает все духовные законы, и нужно было понять, как поступить в конкретной ситуации. И Всевышний делает тогда, значит, как бы этот отрывок там в Талмуде, он говорится про Всевышнего, что он как, он говорит, кто как Всевышний, который знает суть всех вещей. Никто, кроме Всевышнего, не знает суть всех вещей. То есть там, как бы, если взять вот короткое объяснение этого отрывка, что только Бог знает суть всех процессов, всех вещей. Ни один человек, ни мудрец, ни пророк не могут понять всю, как бы, картину мироздания и увидеть все законы, которые действуют. И тогда Всевышний включил в эту ситуацию еще один параметр. Царь Хисияу заболел. А когда человек болеет, включается другой закон, что есть заповедь проведывать больных. И тут не важно, ты пророк или ты не пророк. То есть есть заповедь, это добро. Это относится заповедь к Белут Хасадим, воздаяние добром и делание добра. Надо проведать больного. И Всевышний делает так, что пророк Ишияу идет проведывать больного царя Хисияу. То есть тут уже пророк к царю или царь к пророку уже закон выключается. И добавляется закон, что к больному должен прийти любой соблюдающий заповеди Торы и человек, который хочет поддержать больного. Приходит, значит, пророк Ишияу к Хисиягу. И, естественно, что у человека больного, у него возникает вопрос, а почему я заболел? Вот что я сделал не так? Где я ошибся? Что я сделал не так? Медицина, она ищет, там, диагностирует причину возникновения болезни. И очень часто медицина, она бьет в какую-то точку для того, чтобы убрать последствия. То есть не найдя истинную причину болезни. Иногда находит, иногда не находит. То есть диагностика – это в медицине важнейшая часть. Теперь Хисияу обращается к Ишияу, говорит, почему, что со мной, почему я болею. Значит, а там про него есть известная еще история, что у него была книга, которая была книга царя Соломона, которую он составил. И в этой книге были, как бы, суть всех болезней книга выздоровления. То есть была книга, специальная, позволяющая знать все тайны и выздоравливать. И царь Хисияу ее спрятал. Почему он ее спрятал? Чтобы люди молились, чтобы люди обращались к Богу напрямую, а не нажимали на кнопочки, чтобы выздороветь. Он был такой праведный царь. И он говорит пророку Ишияу, что, почему? Тот говорит, у меня к тебе пророчество. Потому что, говорит, ты умрешь и вообще не будешь жить. Значит, что он ему сказал? Умрешь в этом мире и не будешь жить в мире грядущем. Что ты не только нарушил волю Всевышнего и за это ты умираешь в этом мире. Но ты еще и не будешь жить в мире грядущем. Царь Хисияу говорит, как? Как такое может быть? Я всю жизнь посвятил служению Всевышнему. Я все делал, только у меня была одна цель служить Всевышнему. Где я ошибся? Ну, скажи, где? Ему говорит пророк Ишияу. Значит, за то, что ты не выполнил заповедь про урву, плодитесь и населяйте землю. А для этого Всевышний разделил первого человека с женщиной, чтобы они соединялись, женились, воспитывали детей, передавали им божественную мудрость. То есть, Всевышний задумал этот весь процесс. Первое, что он сказал человеку, про урву и населяйте землю, плодитесь, размножайтесь, населяйте землю. То есть, само по себе создание следующего поколения, это и есть одна из самых главных заповедей. И тогда царь Кисиягу говорит, так я же, говорит, почему же я не плодился, не размножался? Я же хотел выполнить волю Всевышнего, потому что у меня было пророчество, ну, такого низкого уровня, есть такой, руаха кодиш, да, божественный дух, что у меня, говорит, сыновья будут злодеями, а я не хотел, чтобы в мир приходили злодеи. И пророк Ишаял ему говорит, это очень вот важный принцип, он ему говорит, твоя задача выполнять заповеди Бога. А уже Бог со своим миром, с последствиями Бог разберется. Вот тут дальше будет восьмой главе, завтра мы разберем этот пасук, отрывок завтра, да, это будет пятый отрывок в восьмой главе. Шумер Митсва, тот, кто сохраняет заповедь, лоида даварра, не будет знать никакого зла. Бэт Мишпад и срок для суда будет знать сердце мудреца. Значит, примерно это ему ответил пророк Ишаял. Он ему говорит, значит, это не твое было дело, твое дело было выполнять заповедь. Тебе нужно выполнять заповедь, не думая о последствиях, не думая о том, получится, не получится, все, выполняй заповедь. Ишаял говорит, хорошо, я не знал, я ошибся, получается, все, я готов сейчас, прямо сейчас, готов выполнить заповедь, владеетесь, размножайтесь. Говорит, отдай мне свою дочку в жены, он пророку говорит Ишаялу, потому что, может быть, твои заслужи и мои заслужи вместе, может быть, все-таки спасут мир, и они не будут такими злодеями. Я понял полностью, все, давай. Ему говорит пророк Ишаялу, он же был пророк, он говорит, уже постановление вынесено, не взира, взира, уже все, как бы, постановление вынесено, какой жениться, поздно, уже на небе постановление, все. Говорит ему царих Исиялу, говорит, я получил из дома отца своего, а он был из дома царя Давида, который, у него вера была у царя Давида, вообще просто, ну, нереальная, да, вне границ. Он говорит, я получил из дома царя Давида, отца моего, не отца, но предка, что даже если острый меч лежит на шее твоей, да, уже все, тебя, уже вот, не переставай надеяться на милосердие Всевышнего, действуй все равно до последнего. Значит, поэтому, говорит, уходи, останови свое пророчество, уходи, и там дальше я видел такой комментарий, там, что он ему сказал, вот в этом, ну, замолчи и уходи, но он ему, как бы, сказал, никому не говори, то есть, чтобы эта информация, которая сейчас есть, она осталась только в духовном мире у тебя и у меня, чтобы другие люди этого не знали. Тогда будет легче изменить реальность, да. И он повернулся, написано, и начал молиться. Начал он молиться, от всего сердца начал молиться, все, и выздоровел. Всевышний дал ему еще 15 лет. И получается, что он женился на дочери пророка Ишаяу. У него же родились, родились сыновья, царь Минаши и второй, там, я не помню, как его звали, злодеи такие, что хуже некуда вообще. Но, значит, мы отсюда что учим, что никто не знает замысел Всевышнего, но сказал царь Соломон во втором отрывке, Пи Мэлэд Шмор, слова Бога, слова царя ты должен сохранять. И, значит, все, что Всевышний сказал делать, и поклялись тогда, и весь народ поклялся в горы Синаи, когда получали тору на Севене Шма, сделаем, потом будем разбираться. Вот с таким подходом нужно подходить к выполнению воли Всевышнего. Сделаем, потом будем разбираться. Нет никаких оснований, то есть, все в этом мире зависит от Всевышнего. И тот человек, который выполняет заповеди, полагается на Всевышнего, естественно, что он создает предпосылки для лучшей жизни, для того, чтобы все у него было хорошо, и в здоровье, и в благополучии, и в отношениях, и во всем. Все, значит, мы разобрали чуть-чуть из Экклезиаста и переходим в 29-й, 29-й урок в книге «Хэппинес», да? Тоже это заповедь, служить Богу в радости, быть хэппи. Значит, говорит автор этой книги Равзелик Плиснин, говорит так. «Can you find lost time?» Он говорит, «Можешь ли ты найти потерянное время?» Многие думают, вот, если бы раньше это знал, если бы начал Тору учить в 5 лет, в 10, 15, 20, 25, и по потерянное время, то как раз вот вам ответ. Значит, пришел к нему человек, и он был очень раздраженный и расстроенный. Он потерял какое-то время, и сейчас чувствовал ужасно по этому поводу. Значит, но, сказал я ему, пишет этот Равин, ты еще больше времени сейчас тратишь на то, чтобы волноваться о потерянном времени. И, значит, получается, что ты еще больше времени теряешь в настоящем. Ну, я же абсцент, я же, как бы, сожалею, я грустен об этом, да, грусть у меня об этом. И, значит, это значит, что я не ценю свое время, если я не буду злиться, что я потерял время. Так, Равин ему говорит, так это же наоборот работает. Чем больше ты тратишь времени, волнуясь о потерянном времени, тем больше времени ты дополнительно теряешь. Так, зачем тебе волноваться о потерянном времени, лучше используй свое время, оцени свое время сейчас и делай то, что тебе надо делать. Но, значит, тот продолжал все равно доказывать, что он не может быть не грустным по поводу потерянного времени. Этот Равин, он увидит, что тот, ну, как бы, его переубедить нельзя. Он доказывает, что я время потерял, и я буду расстраиваться по поводу того, что уже потеряно безвозвратно, и буду дальше расстраиваться, и я не могу не расстраиваться. То есть, это вот, знаете, как человек, вот он, если он хочет себя в чем-то убедить, он будет себя убеждать. Значит, Равин его спрашивает, ну, тебе хорошо по этому поводу? Как ты себя чувствуешь, что вот ты видишь, что вот ты там потерял время, а сейчас еще плохо чувствуешь? Тебе это нравится? Он говорит, нет, я чувствую себя ужасно. Так он говорит, а как ты хотел бы себя чувствовать? Он говорит, да, я бы хотел себя чувствовать счастливым, да. Он говорит, так что, давай посмеемся. Тот говорит, а как я могу смеяться? Он говорит, ну, вот смотри, давай, что у тебя было смешного? Он ему начал задавать разные вопросы, что было смешного. И говорит, ну, 10 минут мы вспоминали разные смешные темы, события, то, что вызывало у него радость. И он начал смеяться. Я его спрашиваю, ну, видишь, значит, ты можешь смеяться? Он говорит, так вы же меня заставили смеяться. А я ему говорю, так нет, смотри, у тебя есть возможность сделать то же самое самому. У тебя всегда есть выбор. Думать о том, что тебе не нравится, или думать о том, что тебе нравится. Думать о том, что ты потерял время, или думать о том, что тебе нужно сделать. То есть у тебя всегда есть выбор. И весь вопрос в том, какой паттерн, какую модель мышления ты выбираешь. Главный вопрос, который нужно себе ставить. What is the best use of my time right now? Как я могу лучше всего, значит, использовать мое время right now? Прямо сейчас. Поэтому, значит, как я могу использовать свое время right now лучше всего? И напишите, пожалуйста, выводы свои, сегодняшние выводы. Какие у вас есть вообще выводы по поводу урока ваших, по поводу того, что вы поняли, осознали. И вот эти выводы и применяйте. То есть если человек что-то находит, какое-то знание, ему нужно его встроить в свою жизнь, знание, которое улучшает его жизнь, запомнить и начать применять. В этом и есть суть изучения Торы. Ты находишь новое знание, но когда ты его просто нашел, но ты его не интегрировал в свою модель мышления, то ты его просто нашел-потерял, нашел-потерял, нашел-потерял. Интересно, хорошо, но важно, чтобы все инсайты, которые вы находите, стали вашими и вы начали их использовать. Все, спасибо огромное, что приходите на уроки Торы. Спасибо тем, кто поддерживает уроки Торы. И с Божьей помощью встречаемся завтра в 10.00, а партнеры и спонсоры встречаемся в 11.00 в зуме и продолжаем изучать Торы. Все, счастливо, до встречи. Продолжение следует...